Новости на канале СТВ, в студии Юлия Александрова. Здравствуйте! Новая страница в белорусско-индийских отношениях. Александр Лукашенко сегодня встретится с президентом Индии Пранабом Мукерджи. Он накануне прибыл в Минск с первым официальным визитом. От предстоящих переговоров, которые эксперты уже назвали историческими, партнеры ожидают прорыва в двухстороннем сотрудничестве. На повестке дня масштабное развитие торговых и инвестиционных связей. Подробнее о взаимодействии Минской Дели в материале Анастасии Иванниковой. Не меньше шести часов пути и из индийской столицы Примяков в Беларусь. Приезды этого высокого гостя в Минске особенно ждали. В аэропорту президента Индии встречают министр иностранных дел Владимир Маккей, заместитель премьер-министра Владимир Симашко и дипломаты. Делегация внушительная, а это еще раз подчеркивает важность визита и одновременно готовит к плодотворным переговорам. Франап Мугерджи Франап Мугерджи политик влиятельный. Он стал 13-м президентом Индии. На этот пост был выдвинут от правящего объединенного прогрессивного альянса. До этого занимал посты министра обороны, министра иностранных дел. Дважды за свою карьеру руководил и местным финансовым ведомством. Опытный финансист знает важность цифру. В первую очередь взаимного товарооборота. Пока объем торговли не слишком большой. Примерно 400 миллионов долларов. Потенциал, несомненно, больше. Поэтому уже сегодня две страны готовят дорожную карту совместных проектов. Сотрудничать можно и в автомобильной отрасли, и в сельском хозяйстве, и в фармацевтике. Думаю, что президенты будут ставить задачу миллиард, где-то выход на миллиард товарооборота, потому что есть потенциал. Вот, допустим, в настоящий момент наши основные поставки, это, конечно, удобрения азотные, калийные, это синтетические ткани и нити. Вполне возможен вариант выхода на более глубокие интернационные процессы. Это организация сборки каких-то производств наших там. Готовы индийские компании инвестировать и в белорусские калийные рудники. Причем, как признаются индийские партнеры, нацелены они на долгосрочные договоренности по поставкам удобрений из Синеокой. Ведь так Беларусь получит гарантированный рынок, а Индия надежного поставщика. Диалог на высшем уровне налажен давно. Впервые Александр Лукашенко посетил Индию 18 лет назад с государственным визитом. Теперь в Беларусь приехал президент Индии. Пронап Букерджи пробудет в Беларуси три дня. За это время пройдут переговоры с главой белорусского государства на правительственном уровне. Состоится и масштабный бизнес-форум. Анастасия Иванникова, Андрей Новгоросов и Сергей Васюкевич. Телекомпания СТВ. Боевое содружество 2015. Главы оборонных ведомств СНГ встретятся сегодня в Кыргызстане, чтобы обсудить подготовку к масштабному военному учению. Напомню, боевая проверка сил объединенной системы противовоздушной обороны должна состояться в сентябре этого года. На повестке дня также армейские международные игры, запланированные на август. Кроме того, министры обороны стран Содружества обсудят планы работы на следующий год. Рассмотрят ряд финансовых и кадровых документов. Президент США Барак Обама подписал закон, который запрещает спецслужбам вести за американцами тотальную электронную слежку. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Ранее документ, получивший название «Акт о свободе США», большинством голосов был принят в Сенатом. В мае его одобрила Палата представителей. «Акт о свободе» заменит патриотический акт, который был принят в ответ на теракты в США 11 сентября 2001 года. И предоставлял спецслужбам почти неограниченные права на прослушивание и ведение электронной слежки. Действие патриотического акта истекло в ночь на 1 июня. Греция договорилась с ЕС и МВФ о программе реформы в обмен на продление финансовой поддержки. Такое соглашение, как ожидается, будет подписано на очередном заседании Еврогруппы в середине месяца. А это значит, что страна для спасения своей экономики получит 7,5 миллиардов евро в рамках второй программы макрофинансовой помощи. Когда эти средства закончатся, ЭЛАДО сможет рассчитывать на новый транш. После официального утверждения Еврогруппы и достигнутых накануне соглашений, угроза дефолта Греции будет снята. Добавлю, с начала кризиса в стране с 2010 года ЕС и МВФ потратили на спасение ЭЛАДО почти 250 миллиардов евро. В Британии в парке развлечений на американских горках произошла авария. На аттракционе столкнулись два вагончика. В результате происшествия четыре человека получили серьезные травмы. Они госпитализированы. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте. Всего в момент столкновения на аттракционе находились 16 человек. Из-за аварии они оказались заблокированы на своих местах. Там они и вынуждены были ждать приезда спасателей. В Китае продолжаются спасательные работы на месте крушения теплохода «Звезда Востока». Число жертв трагедии увеличилось до 14. Затонувшего судна достали тела еще двоих пассажиров. Всего в операции задействованы 180 водолазов, а также 4000 спасателей. Им на помощь прибывают большие суда, которые уже сегодня попытаются поднять затонувший теплоход. Предполагается, что так удастся спасти людей, которые могут оставаться внутри судна. Кроме того, решено расширить зону поиска и обследовать территорию более чем в 200 километров ниже по течению реки. Напомню, круизный лайнер «Звезда Востока» перевернулся в понедельник вечером, попав в смерч во время сильной грозы. На борту находились 456 человек, спаслись 14. Судьба остальных неизвестна. На индонезийском острове Суматра вновь активизировался вулкан Синабунг. В прошлом году его извержение унесло жизни полутора десятков человек. Объем извергнутой лавы увеличился на 3 миллиона кубометров. Возникла угроза обрушения купола вулкана. Власти Индонезии приняли решение эвакуировать около 6000 человек. Зоной отчуждения объявлена территория в радиусе 7 километров. В предыдущий раз Синабунг извергался в июне минувшего года. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. Ум и грация, финал международного межвузовского конкурса «Королева весна» пройдет сегодня в Минске. Это один из самых интересных и престижных студенческих проектов. За титул поборются 12 самых талантливых из Беларуси, Латвии, Таджикистана, Туркменистана и Китая. На суд зрителей и жюри девушки предстанут в оригинальных нарядах во время дефиле, продемонстрируют свой артистический талант, проявят эрудицию в творческом и интеллектуальном конкурсах. Подготовлены все на разном уровне, потому что у многих за плечами огромное количество конкурсов. Есть новички, они тоже с честью и с достоинством хотят представить свою страну. Получу я корону или нет, это уже будет решать жюри. Думаю, что победит та участница, которая будет на самом деле держаться и будет выглядеть достойно, стать королевой. Потому что быть королевой не так уж и легко. Танки в городе. 18-летняя курсантка автошколы в Германии на учебном автомобиле попала под танк. Боевая машина буквально подмяла под себя легковушку. Девушка выскочила со стоянки прямо перед колонной бронетехники, движущейся по кольцевой автодороге. К счастью, будущий водитель не пострадал и решится ли она когда-либо еще сесть за роль, остается загадкой. Такова информация на этот час. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. Всего доброго и до встречи в 13.30.